Добрый день! Намаскад! Меня зовут Артон Канецов. Я уже месяц нахожусь в Индии. Наконец-то я приехал в Буллибудный город в Индии, в Решикеш. Я нахожусь сейчас в центре веды и панчакармы. Он называется ведабхавар. Это прекрасное место. К моему счастью, директор этого центра, Зора Дмитриевич, уделил мне время и разрешил мне задать ему несколько вопросов. Поэтому у меня получится такое интервью с Зором. Мамаскадень. Я очень рад приехать в Решикеш и пришел к вам в центр. Я знаю, что сейчас очень популярна веды и веды и не только в Индии, и уже стало популярно в Украине и в России. И все больше и больше об этом знают. И начали не только об этом знать, а даже приезжать в Индию. Поэтому сейчас этот рынок очень популярный. Очень много мест в панчакарме есть. И люди уже начинают играть, куда поехать. С моей точки зрения, Айрвед Абхаванда – это один из лучших центров в Ишикеши, на севере Индии. Я бы хотел, чтобы вы рассказали что-то в своем центре. Чем отличается от других? Потому что их много. А что у вас особенно любит? Да. Я попробую. Мне тоже удовольствие вас снова видеть у себя дома. На самом деле, Айрвед Абхаван не значит дом Айрведы. Да. И поэтому мы и создаем такую атмосферу. Это может быть и одна разница с другими центрами. Поэтому, что мы не обменемся гостинеце. Это тоже не больница, но это именно дом. Это дом, в котором люди получают эти процедуры, панчакарму. Но и должны чувствовать себя хорошо, как у себя дома. Это может быть и одна характеристика таких важных. Кроме того, у нас старший доктор. Ему больше, чем 70 лет. Он больше, чем 50 лет в Айрведе. Но сами понимаете, что за доктора очень важно иметь большой опыт. Он видел тысячи людей. Работали на юге Индии, на севере, путешествовали за рубеж. Поэтому это, конечно, большой плюс этого центра. У нас тоже и женщина-доктор работает. Кроме того, посмотрите, что касается процедуры. Существует классическая панчакарма. Существует тоже Керала. Панчакарма. У нас происходит, ну, как некоторые совмещения. Это два стила панчакарма. И потому, что у людей нет очень много времени. Люди остаются на 10-11. Некоторые на 20 дней, да. А работать с остальной не могут. Да, конечно. Требуется особенное знание, чтобы совместить процедуры. Чтобы совместить процедуры, чтобы в течение этого короткого времени сделать максимальную пользу человеку. Да. Поэтому это особенное умение. Потом мы используем традиционное масло. Это масло, которое готовится 7-10 дней. У которого бывает 40-50 полезных ингредиентов. И это масло имеет очень сильное лечебное воздействие на людей. На людей визуально на каждого человека? Да. Он определяется в течение первой консультации с доктором. Даже обычный массаж мы не делаем без консультации с доктором. Значит, человек встречается. Вам буквально сотни. Скажем, Абьянга это одинаковая техноцедура. А у вас разное масло? Получается одна Абьянга для запекли это разное? Обязательно. 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 Но даже не только Абьянга. Но там различайте масло, которое используете за голову. Там массаж головы. Не-не. Это же не массаж. Абьянга? Это же не массаж. Используйте разное масло. Ну там ватах и теканах. Должен быть. Должен быть. Должен быть. Это максимальная польза. Так можно сделать. Просто взять кружитное масло и массироваться. И так далее. Но люди именно приходят здесь, чтобы получили что-то особенное. У себя дома. Они могут делать как хотят. Но здесь приходят именно за некоторыми знаниями. Особенность должен быть. Значит у Айрведы существует сотни буквально разных масел. В зависимости от вашей конституции. Они используются. И поэтому надо выбрать. Это лучшее. Это лучшее. Значит используем это чисто масло. Наши техники тоже очень опытные люди. Женщины естественно делают женщинам процедуры. Мужчины, мужчинам. Не меньше чем два техника делают процедуры. За некоторые процедуры требуется больше техников. Пицца, чили, патра, поти и так далее. Требуется больше техников. Там где три-четыре человека даже делают. Поэтому вот это некоторые вещи, которые здесь можно... Особенности нашего центра. Кроме того, в Гаврии у нас недалеко. В Гимилай недалеко. Атмосфера тоже лечебная. Это между прочим очень важно. Такого большого сочетания. Чтобы была священная река и священные горы. Да, да. Священная река и священные горы. Хорошие люди. Опытные люди. И наша целая система устроена как дом. Кухня открыта. Люди там... Конечно есть некоторые расписания. Завтрак, обед, ужин. Но все равно люди могут прийти, когда чувствуют чай, дополнительную пищу и так далее. Наши открыты. А это не мешают. Хладильник есть. И будут переезжать и мешать. Но люди... Но люди получают инструкции. Кто хочет сбросить вес, они получают особенные инструкции и так далее. Надо конечно будет дисциплинированно. Нет, даже без усилия люди сбрасывают некоторые несколько килограммов в течение метра в неделю, 10 дней. Там 4-5 килограммов. Это даже не думают про это. Да, да. Даже не думают про это. Пища очень чистая. Подготовлена людьми опытным поваром. И много раз на самом деле имеем, что клиенты заходят в кухню. Там тоже интересуются как это подготовиться. Проводим эти классы. По подготовке вегетарианской пищи. У нашей пищи даже и лука, и чеснока нет. Такая приспособленная. Есть ароматистическая или хорошая? Должна быть пища приспособлена. Да. В течение панджекартной, пищеварительной, целая пищеварительная система более деликатная. Она утончается. Утончается. И поэтому должна быть хорошая, нормальная пища. Тоже составляющая этого распорядка дня есть занятия йогой. Это тоже включается. Это как бы люди приходят сюда. Это как пакет, да? Говорим, да? Значит, утром, вечером, даже индивидуальные занятия. Приводим несколько инструкторов по необходимости. У нас даже есть хата йога, кундалини йога. Потом некоторые учители отсюда. Индийский учитель. Потом учители, которые знают русский язык. Это тоже очень важно. С девушек, которые встретились, на самом деле на данный момент обучают йогу здесь. Как волонтер. Да? И поэтому... Ну, есть такие пункты, да? Кроме того, люди идут на экскурсии, там, купаются в гамме, если погода позволяет, там, вот, все. Подвесные солянки. Это очень важно. Это слова и другие. Конечно, конечно. Это тоже учительная. Это тоже учительная процедура, да? Люди верят, но могут сказать из своего опыта, что это есть так. Это работает. Это правда. Там миллионы людей считают гаммы Божеством. И как-то это... Если они будут чувствовать, они увидят, что это правда. Конечно. Это помогает. Поэтому атмосфера особенна. Атмосфера особенна. Комнатой, целью этой окружения здесь достаточно удобно. Да. Очень комфортно. Потому что есть хорошие центры, и они неизвестно комфортом. Там, по-моему, это очень трудно совместить. Да, очень трудно. А вот этичный точный панчакарма и очень хорошая... Очень трудно совместить все, чтобы видеть хорошие доктора, чтобы видеть хорошие ингредиенты, хорошая пища, хорошее окружение и так далее, и так далее. А так, в Индии существует больше, чем полмиллиона докторов. Айведы. Это официальная система медицины в Индии. Поэтому я не сомневаюсь, что есть очень много центров, что есть очень много предложений. Да. Но я говорю, все совместить, это непросто. Это непросто. Или центр неудобный, там, доктор может быть очень хороший, но условий работы нет. или технику опытных найти. Это тоже непросто. И так далее. У нас есть свои тонкости, упражнения. Я уже этим занимаюсь давно. Я знаю те вещи, которые люди, в основном, пугают. Допустим, я скажу, что одна из вещей пугает, что мы не знаем английского языка, а по имени не разно. То есть вы, директор, вы знаете русский язык? Да, да, да. У нас есть... У нас есть... Конечно. У нас есть... Если необходимо, там перевод, конечно, переводим консультации. То есть там, когда люди, конечно, не знают адресы? Абсолютно. Абсолютно. Но на самом деле так и происходит. Много людей, которые приходят в Руссии, не знают русский язык, им переводят консультации, не общаются. Наши даже став, индусы, они знают несколько слов. На кухне и так далее. Заказать или сказать на кухне никакие проблемы. Поэтому нет. Индийцам прочее выучить русский, испанский, немецкий, чем, допустим, украинцам или русским выучить английский. Он не способный. Наверное, потому что санскрить является основой хиндии, и индийских языков. Санскрить, как-то такая основа, очень хорошая для изучения всех остальных языков. Поэтому они не струны. А вторая вещь, которая людей как-то смущает или пугает, у людей много мифов. Вот такие мифы. То есть, если айфон, то лучше телефон. Если соня, то лучше компьютер. У людей есть такой миф, что если кирова, то лучше аюрведа. И люди говорят, что не в кирове, я туда не поеду. Или хотел сказать, у вас методы кирова или нет? Нет. Все, я к вам не поеду. Расскажите об этом мифе, потому что очень много заблуждений об этом. Я пытаюсь как бы людям о том говорить. Я знаю, кирова это подготовительные процедуры, а реально это платить. Кирова, можно сказать, не то, что худшая. Это начальная подготовительная процедура. Ну, так и есть. Так и есть. А люди привыкли, что кирова это бренд. Поэтому надо совмещать. По форме это помогает. Скажите, чтобы у людей не было заблуждений в отношении слова кирова. Естественно, Кирова штат в Индии на юге, поэтому там Павли, там Зильона, там море, океан. Поэтому это очень красивый штат. Нет сомнений в этом. Тоже нет сомнений, что есть несколько хороших аэровидических центров и что есть хорошие доктора и все это. Но это, можно сказать, и за другие части Индии. У Индии у всех штатов аэроведа есть. На самом деле говорят, что аэроведа и как и остальные части аэровидические мудрости идут со севера. На самом деле, да. Но по каким-то причинам может быть политическим, географическим, у разных временах, да? У Кералии больше маркетинга даже и Керала поэтом стала более известна в мире. На самом деле, панча карма, кажется, на панча карма проводится у всех штатах в Индии. Но есть определенные, можно сказать, особенности в каждом штате именно потому, что есть разные травы. У каждом штате есть своя трава. Но, естественно, у Гималаях очень много лечебных трав. Если читали Ромаев, не помните, это когда Хануман, да, он берет целый такой холмик, холмик берется этим лечебным травмом и как раз идет на юг. Понимаете, да? Поэтому аэроведа и идет со севера, на самом деле, да. Что касается процедуры, тренировки и так далее, самые известные институты на самом деле на севере. Это Джайпур, это Дели, это Мумбай. Там люди тренируются. Но Керла... Климат хороший. Климат хороший. Это хороший, красивый штат. И просто по как-нибудь причинам мы стали здесь. Так сложно с историками, да. А реального соживания этого нет? На самом деле нет. Я знаю очень много докторов, которые совсем не из Керлы. И на самом деле есть отдельная система там или на Адуме. Это СИДА медицина, да. Вообще тут другой штат, да. Очень мощная медицина, очень... Одна из традиционных систем, да. Которая вот через Министерство здравоохранения, мы знаем Айвер, мы знаем СИДА медицину и ювенальную медицину. Все эти системы работают. Все эти системы работают. И имеют свои особенности, имеют свои большие плюсы и так далее. Поэтому можно это все совмещать, да. Я думаю, что не надо привязываться к Керолу. Можно посмотреть, можно... Конечно, да. Надеюсь, что Вы смогли это более подробно объяснить. Потому что чаще всего разговор о Панчакарме в Украине и в России начинается с того, что Панчакарма Керола – это подготовительные процедуры. Да, да, да. У меня друзья были. У меня друзья были. Они проходили Панчакарму три месяца. У них даже баски не было, даже эти клизмы, которые на самом деле по текстам, по классическим текстам считаются очень важными. Это 50% успеха Панчакарме – это есть на этой процедуре, которая как раз балансирует вату. Если ты не проводишь эти процедуры, это более как спар, забава, или, может быть, просто почувствовать некоторое удовольствие, да, от этого масла, от этого массажа. Массаж на пляже? Да, массаж на пляже. Да, да, да. Так и есть. На самом деле в многих центрах у Кероли, как можно сказать, даже употребляется эта известность штата, да. Но есть центры, которые я серьезно работаю. Я недавно тоже был на юге беру, но были и в Северской Канадке. Это уже другой штат, да. Там огромный университет, там очень много докторов, там клиника прекрасная и так далее. Но это не Кероли. Хе-хе-хе. Но и все нормально работают, понимаете. Начинаем институт Айбеда Уджайкова, понимаете. Поэтому есть причина. Есть причина, по которой этот институт находится на севере. Да. Я говорю. Главное это, ну так сложилось, и у главного это климат, красота, это Backwater, что называется там. Есть море, потом есть уже как-то речь. Воды. Воды. Да. Это очень красиво гуглили, там хорошо отдыхать. Но на самом деле у Кероли очень краткий сезон, в котором можно проводить панчакарму. Когда проходите панчакарму, существует очень большое ограничение, что касается климата, даже выходить на солнце нельзя. Да. Поэтому это море, и все это очень много людей пытаются совместить. Они думают, я пошел на море и чуть-чуть делаю процедуру. Если вы хотите серьезно делать панчакарму, это не надо совмещать, это не как курорт и отдых на море. Это совсем другое, лучше туда не ходить. Поэтому, что эффект может как-то не иметь эффекта. Или даже обратный эффект. Процедуры некоторые нагревают, это очищение тела. Тело очень деликатное, утонченное в течение этих дни, когда проводится панчакарма, поэтому там море, большое купание, какие-то эксперименты с питанием, питьем и так далее, и так далее, нельзя делать. У нас все это есть. Мы даже людям, так сказать, запрещаем использовать мобильный телефон в некоторую периоду дня. Это просто мир упокоен, больше отдыха и так далее. Значит, это очень важный вопрос, который надо людям рассказать. Нельзя понимать, нельзя совмещать. Купали в море и на солнце, загорать на солнце и панчакарма. Это вы просто догадаривались. Обычно я спрашиваю, там панчакарма есть, хорошая, да. А можно, например, отдыхать, купать, загорать. Это невозможно совместить. Ну хотя бы у меня то, у меня то или нет. А допустим, сначала там неделя панчакарма тоже. Потом же весь эффект панчакарма он будет утрачен. Конечно, конечно. Но лучше, чтобы и... Правильно я понимаю? Ваш совет такой. Если человек хочет все-таки посмотреть индийский экран, покупать на море, пусть он проведет несколько дней на солнце, на море. Конечно. Расслабится. А потом он занимается панчакармом, после этого уже не понимает ни солнечные, ни морские ванны. Правильно. Правильно. Да. Мы тоже людям рекомендуем... Многие люди хотят увидеть горы, высокие гимилая. Да. Рекомендуем сначала провести тур в гимилаях. Они ездят туда, там 5-7 дней, 10 дней остаются. Потом приходят сюда, отдыхают. Делают свою панчакарму уже как-то. И, как вы говорите, да, у них научные, как-то более... Правильно. Панчакарма – это особый образ жизни в черепе дней. Требуется... Ничем не надо заниматься. Хорошим отдыхом. Хорошим туризмом, непоходом. Правильно. То есть надо быть в этой панчакарме и поддерживаться распорядкового дня, который довел персонал. Конечно. Это большое требование пациента. Это дисциплина и большая требование. И тогда будет результат. А многие говорят, что вот я пошел в панчакарму, а я этого не вижу. А человек просто не придерживается права, потому что это необязательно. Это одно. Другая причина может быть и такая, что на самом деле панчакарма работает на очень глубоком уровне, на уровне дождь, на уровне основного полагающих принципов, на основании которых наше тело работает. Поэтому требуется некоторое время. Панчакарму рекомендуется проходить два раза в год. Весной, осенью. Есть периоды, когда лучше, когда практически можно в течение целого года, но все-таки есть какие-то периоды, когда и климат более подходящий за это. Поэтому, я думаю, тоже с этим эффектом не надо торопиться. Можно панчакарму совмещать с остальным методом лечения. Если люди принимают некоторое лекарство, раз они пришли к панчакарму, это лекарство будет более эффективно работать, на более очищенную физиологию. Человек будет выпущен в этой неделе, и он может ждать консультата в конце этого срока, но на самом деле вы запускаете какие-то процессы, потом опять обратно, он принимает физические препараты, бочекарму продолжает действовать, просто процессы запущены. Конечно, пошло. И нужно соблюдать те рекомендации, которые вы даете, когда человек вас покидает, если вы придете... Конечно. Располяда дня, диета, рассаянная терапия, это все идет после этих очистительных процедур. Поэтому некоторые эффекты, естественно, вы можете иметь первый день. Расслабление, стресс у кого-либо, человек отдыхает и так далее. Это приятные процедуры. Большинство процедур очень приятные. Но если это, скажем, краткосрочный эффект, а есть некоторые, которые продолжаются. У нас приходят люди, которые говорят, что управляющая жизнь изменилась. Понимаете? У них диету меняют, они образ жизни меняют, распорядок дня меняют, они чувствуют себя по-другому, да. И по джакаму практически нет больших ограничений. Даже после 12 лет дети могут проходить некоторые процедуры, естественно. Где-то больше после 60 лет, надо как-то более осторожно. Но на самом деле людям в любом состоянии здоровья можно это делать. У нас приходят люди после кемотерапии. Современная медицина не рекомендует много, и практически никаких восстановительных как-то процедур и так далее. Люди приходят, перерождаются здесь буквально. Причем несколько дней они снова чувствуют энергию, чувствуют там желание жизни, и так далее, и так далее, да. У айведи очень известна это, что называется, рассайна терапия. Это особенно, особенно, можно назвать это приправой, лекарством, которые принимаются именно после очистительных процедур. Это рассайны, которые помогают, ну и как, общее укрепляющее, общее утрализирующее. Это лекарство, но не натуральное. Это травы, генералы, лекарства. Конечно, конечно. Очень важно, но айведическое это лекарство, что это все из трав, это листи, корм, плоди, травы, и он не имеет никаких побочных эффектов. Их можно совмещать тоже с нашим современным ампатическим лекарством. Поэтому здесь тоже надо понимать, иногда люди как-то думают, если так лечится, не могут так лечиться и так далее. На самом деле это не правда. У них есть очень много больниц, серьезных заведений, где на один этаж аллопатическая медицина, а на второй этаж аллопатическая медицина. И люди идут и в одном, и в другом докторе. Это можно совмещать. И если доктор еще гибкий, имеет некоторые знания, он не договаривается между собой, и это все идет на пользу человеку. Поэтому эта участительная процедура практически каждый у нас клиент, и те, и я, и все можем проходить эту панчакраду лишь раз в год, довольно хорошо. Если из-за путешествия какие-то другие занятости и так далее, человек не может сделать это два раза в год, но лишь раз в год очень хорошо. И через некоторое время, тоже из своего опыта знаю, через некоторое время чувствует, что как-то физиология перешла на какой-то другой стиль функционирования. Как-то больше стабильности появляется там, даже если ты чувствуешь, что вокруг тебя простужены там, или девайки, сейчас происшествуют инфекции и так далее, ты чувствуешь определенное влияние, да? Ну как бы тут болезнь нападает, да? Но из-за этого, что твоя физиология стабильна, что больше на месте, и гармонично, да? Как-то уталкиваешь эту болезнь. И это есть одна основная стратегия ай-беда, ай-беда, естественно, болезнь, но общая стратегия не борется против болезни, но усиливать субъект. Ну, точно называют профилактикой. Больше жизненной энергии, больше отжима, и, конечно, больше энергии, по-моему, в нашем языке это иммунитет, сила, энергия, иммунитет, и так далее, да? Поэтому, если эти ценности существуют, если оживлен разум в физиологии, тогда он защищается, становится непобедимым, да? Поэтому рекомендуется каждому проходить и тоже увидите индию. Большое спасибо. Мне вопрос. Вы уже затронули взаимодействие с современной медициной. Угу. То есть, Вы можете действовать вместе, рука в руку, помогая друг другу. Конечно. А что можете сказать о тех случаях, когда, допустим, медицина отказывалась от людей, или были какие-то заболевания, которые люди не смогли вылечить современной медициной? Чем-то можете помочь таким людям? Да, ну, конечно, да, но я думаю, что всегда есть некоторые полезные эффекты. Понимаете, никогда не значит, что человеку нельзя помочь. Даже если человек болеет, серьезно, может быть, его время пришло, просто уходить, да, есть некоторые вещи, которые нельзя избечь, да, но все равно человеку можно помочь, чтобы он чувствовать себя лучше, да, чтобы чувствовать себя счастливым, уверенным. и это, Айвейда работает тоже на этом уровне. Мы недавно с группой, я хочу это сказать, хорошей информацией, между прочим, проводили это. У Айвейда считается, что очень мощный метод лечения это мантра чекица, это лечение звука. Это практически на этом квантовом уровне. У нас были очень хорошие эксперты из этой области, и как раз несколько людей из этой группы, которая сейчас у нас. Сейчас у нас большая группа из Египта, потом есть люди из Руси, люди из Швейцарии. Значит, практически, даже я удивляюсь, откуда люди как-то приходят даже из Египта. Видите, у нас там из Австралии очень много людей. Естественно, из Руси много, потому что там много друзей, и с друзьями из Руси сделали это Айвейда Баванда. Но если из таких стран, из Кувейта, даже не представляли, откуда люди могут прийти. Я говорю, эти эксперты, они проводили это лечение мантры, очень замечательный эффект, в течение 15-20 минут люди уже начинают чувствовать. Поэтому всегда есть место, всегда людям можно помочь. Люди должны принять свою судьбу, и некоторые факты есть, но я говорю, к нам люди приходили, которые тяжело болеют, или которые проходили уже имели операцию, или нету. Кемотерапию они понимают, что кемотерапия состояние не самое лучшее, люди чувствуют себя гораздо лучше после этих нескольких дней. у меня тоже смотрели там, и так далее. Свои опыты я знаю, я просто буквально несколько массажов сделал, и не результаты совсем вообще врач удивляется, как это возможно. я думаю, что это реально. Реально, людям на любом уровне здоровья или болезни можно помочь. Но с другой стороны нельзя строить какие-то ожидания нереальные и так далее. Но потенциал физиологии человеческой угромный. Угромный, и физиология может восстановиться. Я уверен, как раз есть такая система, которая способствует пробуждению этого разума, этого потенциала в физиологии. Поэтому я думаю, что... В общем, нельзя конкретно ничего обещать, но даже в самых самых лучших проблемах заболеваниях все равно у нас очень много есть методов разных физических, терапевтических... О, это мне и говорю. Меда подберет куча методов в жизни, если обращаться довольно серьезными проблемами. Но аспект здоровья это не только физическое тело, это есть ум, есть, понимаете, и окружение, и все это. Если человек чувствует себя счастливо, если он блаженствует и так далее. Это большая составляющая здоровья. Физическое тело меняется. Если человек 90-100 летний, мы не можем ожидать сейчас, что он будет чувствовать себя как 20 лет. Но даже методы такого очень глубокого восстановления мы обидели. Но это уже я думаю, в будущем все будет известная калпа. Можно быть немного несчастным человеком, а можно быть немного счастливым. Да, да, да. Это очень важно. Это очень важно. Понимаете, да? Если мы любым частям может помочь. Может способствовать счастью и здоровью. Большое спасибо за ответы. Мы опять хорошую нотерпку можем закончить. Хорошо. Спасибо за уделенное время. Надеюсь, что у вас придет. Конечно, приходите. Будем дружить. Будем дружить. Будем дружить. Мы слышим. Продолжение следует...